И всем привет, ребят, с вами с вами, как я записывал новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. И сегодня у нас на обзоре тот самый замечательный рикошет с Эмми устройством из челленджа, о котором я уже говорил изначально, когда у нас только появился этот челлендж. Я говорил, что он не супер актуальный и это не самое жесткое устройство, которое могло бы быть. И если у вас нету большого количества танкоинов, то лучше, конечно же, придержать. Но сегодня настало время его теста. Тестить мы будем его, конечно же, с тем же корпусом и устройством, которое есть в этом же челленджа, именно иммунитет от Эмми на Викинг. Ну и посмотрим, что же у нас получится в рамках одного матчмейкингового боя. Если получится хороший результат, то я буду крайне-крайне удивлен. Приятно, конечно же, удивлен. Ну и выскажу уже свое мнение по этому поводу. Так, переодеваемся. По дрону мы сегодня, конечно же, берем мой любимый дрон Гиперион, чтобы у нас на постоянной основе была фулл расходочка. Ну и отправляемся в любую матчмейкинговую катку. Пикую быстрый бой, дабы долго у нас не затягивалось время ожидания матчмейкингового боя. Ну и будем стараться сейчас показывать результат. Рикошет Эмми работает только за счет крита. Не знаю, если бить рикошетом от стенки какой-то, либо от укрытия, будет ли наноситься тоже статус эффект. Сейчас мы его тоже проверим. С пробитием это работает. А будет ли работать это с этим рикошетом, я, честно говоря, не знаю. Но меня запикивает на борду в режиме Джаггернаута. Ну и давайте попробуем. Я не знаю, может быть, в рамках Джаггера у нас что-то тут получится. Интересно. Я вижу, что у этого рикошета есть сплэш-урон. Есть сплэш-урон, о котором я, если честно, даже и не знал. Я даже не знал, что он здесь имеется. Но давайте смотреть. Давайте пробовать. Играем сначала просто от киллов. Стараемся набить себе овердрайв. И потом уже после того, как у меня овердрайв будет, тогда уже попробуем влететь на вражеского Джаггера и попробуем его слить. Если выиграем катку, то будет вообще супер круто. По сути, наверное, этот рикошет тоже зависит от резистов. Если супер большого количества резов у противника нету, то будет не так, наверное, сложно с ним играть. Если резов будет большое количество, то показать результат... О, да, от стенки можно. Ой-ой-ой, так это хорошо. Если от стенки можно бэмсить, то можно постоянно расходочку просто сбивать противнику и уже стараться уничтожать. Так это, значит, не такая и плохая махина, как я думал. Я думал, что это устройство намного тяжелее реализовать. И то, что здесь будет у нас определенного рода проблемочки. Но пока у нас все очень неплохо. Даже я бы сказал, очень-очень неплохо. Так, рикошетом сбиваем расходку и сразу быстро добиваем. 8 киллов у меня уже есть. 75% овердрайва тоже имеется. По джаггернауту, наверное, бить, пока у меня нет овердрайва, это глупо. Поэтому пробуем просто набить овер. И тогда уже влетать в него. По идее, наверное, с овера викинга. Если мне удастся к нему подъехать, у меня шанс его уничтожить будет. Так, рикошетом. Блин, не зацепил рикошетом, но ладно. Все равно добил. 3-0 мы уже летим. Катка у нас по ощущениям безчансовая. Я честно вам скажу, что я настраивался на то, что я сейчас включу видос. И скажу, что это очень-очень слабый рикошет. И он абсолютно не актуальный. Но, но, но. Я сейчас вижу возможности его реализации. И это уже очень неплохо. И это уже, как минимум, делает из этого рикошета полноценный боеспособный рикошет. Да, то есть, который может уже показать какой-то интересный результат. А если мы сейчас еще и джаги разбреем, то это будет вообще контент прям лютый. Так, нам бы проехать. Ай, как жалко, что я сейчас не проехал. Если бы я сейчас проехал, было бы вообще шикарно. Так, там уже иммунитеты от Эмми пошли. Но сейчас, конечно, Эмми статус эффекты стали намного хуже. Намного хуже. По сравнению с пробитием, с подавлением, с оглушением. Они ушли на второй план. Хотя раньше я считал, что Эмми статус эффекты это самые сильные статус эффекты. Но в связи с тем, что у нас произошли определенного рода изменения и фиксы в балансе этих устройств, сейчас Эмми смотрится, ну, мягко говоря, слабо. Мягко говоря, слабо. Пока что у меня не получается подъехать к джагеру. Был, конечно, момент, когда можно было сейчас нажимать прямой оверку. Но это была бы такая супер рисковая оверка. И, скорее всего, я бы ее не реализовал. Поэтому попробуем еще разочек заехать. Если вдруг у меня с этого раза не получится, ну, тогда я уже буду просто вжимать овер, дабы уже не кататься с ним, а хоть какую-то пользу с него поиметь. Так, ну и джагер открывается прям очень широко. И если он мне сейчас даст подъехать к себе, то, возможно, откроется моментик на его уничтожение полноценное. Так, открываем. Да, есть контактик. Шикарный контактик имеется. Ну, и он даже не понял, что произошло, если честно. Сбреваем его. Мне очень сильно нравится то, что здесь есть сплэш-урон, о котором я, честно, не знал. Я не знал, что у этого рикошета есть сплэш-урон. Но после того, как я сейчас вижу его, я для себя понимаю, что это еще не самый плохой вариантик. То есть, если, например, сравнить с берсерком, который сейчас, ну, слабова, слабова, да? То есть, если учитывать тот берсерк, который был раньше, сейчас все-таки он слабова. То этот рикошет имеет шансы на жизнь. Ну, конечно, это, ну, очевидно, что не уровня устройства, не уровня... Как оно это устройство называется? Это на рикошет, которое супербыстро стреляет. Гелиус, да? То есть, не уровня Гелиуса, но все равно выглядит интересно. Да, то есть, я, например, имею на своем основном аккаунте рикошет с пульсаром. Да, и я думал, что, например, вот этот рикошет тоже такой, ну, довольно слабо актуальный. Да, потому что... А, ну, я здесь не дотянусь, да, до него? Или дотянусь? Ну, ой, хорошо, шикарно успел. Но тут, конечно, Джаггер сам, он залашился. Я думал, что пульсартик будет показывать себя круче намного, чем вот такой рикошет. Но у пульсара, во-первых, нет возможности от стены нанести все статус-эффекты. И вообще никакого статус-эффекта нет возможности нанести. Да, это во-первых. А во-вторых, сплэшата нет. Сплэшата у него нет. А у этого устройства есть сплэш. И этот сплэш в моменте может дать такую возможность, поверьте мне, что за счет одного малейшего сплэш-урончика бывают ситуации, когда можно просто ссувать урон в стену, вот, например, под викингом, под овердрайвом, и при этом оно будет окупаться и будет хорошо себя показывать. Понятное дело, что не везде. Понятное дело, что не каждый сможет это реализовать. Но, сам посыл у этого рика есть. И меня это уже радует. Потому что я, не знаю в который раз уже говорю, я думал, что этот рикошет обречен целиком и полностью на провал. И в нем нет вообще никакого даже малейшего смысла. Но с теми характеристиками, которые я вижу, оно себя очень неплохо показывает. Очень неплохо. Так что, как-то так. 24 килла. 7.30 до конца. 60% овердрайва у меня уже есть. Я, честно, не знаю, когда будет падать дроповый овердрайв. Но еще как же гиперион смотрится круто. Вы себе просто представить не можете, насколько это все-таки крутой дрон. Насколько он все-таки крутой. Насколько он контентовый. Насколько же он бавловый. О, викинг, кстати, овердрайв прожимает. О, вот вам, вот вам креточки. Вот вам вкусные креточки. Креточки и плюс еще дополнительный сплэшовый урон по тиммейту, который стоял рядом с ним. Ну, шикарно. 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 Единственное, только вот мне в упоре нельзя особо сильно открываться, чтобы по себе урона не получать. Так, но этого джаггера мы должны сбривать. Даже без овера. Даже без овера. Шикарно. Даже без овера забираем. А вот теперь следующего мы сразу с овердрайвом забираем. Мы сейчас еще и камбэкнем эту катку. Если джаггер, например, рядом со мной испанется, либо поднимется. Джаггер пушит меня из зоны. Я вжимаю овердрайв. А что у меня случилось? Офигеть, я прожил овер. У меня, короче, башня как будто отвисла. Ну, типа, я не мог ей повернуть. Не знаю почему. Она мне просто башню как будто отказала. Интересно, я с такой ситуацией еще не сталкивался. Если у вас такая была ситуация, то напишите, пожалуйста, в комментариях. Потому что меня сейчас этот моментик что-то удивил сильно. Я прожил овер, и у меня просто башня как будто отвалилась. Больно. Плохо. Плохо, что я овердрайв так сосал. Этот овердрайв мог быть потенциально на камбэк. Сейчас бы сделали бы счет уже 6-7. Да, наш бы Джаггер, например, бы не слился. И была бы отличная возможность камбэкнуть эту катку. По итогу у нас уже умирает 9-й Джаггер. Риспуется 10-й. И похоже сейчас противник его тоже набреет. Но я 700-ку очков дал. У противника у первого 500. Это с тем учетом, что тут еще на Джаггерах типа играли. Это очень хорошо. Я удивлен. Честно, я очень сильно удивлен. Я не ожидал. Я такого точно не ожидал. Так, сладкая булочка стоит тут. Давайте мы по сладкой булочке покидаем. И точек вкусный тоже еще дополнительно сверху залетает. И еще при том раскладе, что здесь у противника сколько? 6 срезов. Ну там 2 маленьких, конечно. Но все равно 6 срезов от трика. 6 срезов от трика. И все равно он себя покупает, показывает и реализует. Так, хорошо. Кританул сразу двоих. Меня слили. Ну и что там с нашим Джаггером? У Джаггера пол хп. Джаггер живет. Овердрайв, видите, плохо не законтрил его. Контрил бы оверку центральную. Может быть, что-то и получилось бы поинтересней. Что? С овердрайвом. Оп, овердрайв падает как раз. Вроде как. А, нет, оказалось. Где овердрайв падается? Но овердрайв мне бы очень сильно не помешал бы. Блин, ну и количество критов-то, если честно, не такое редкое. Как у Пульсара. У Пульсара прям супер редкое количество критов. Здесь криты залетают неплохо. Так, давайте, пробуем Эзиду быстро слить. Пороличить. Киммейт его. Так, давайте, давайте. Давайте. Ну, 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 ё-моё. Надо забить. Хорошо. Ой-ё-ё, чё ты меня-то даёшь? ЛФК встал. Джаггер на респе. Где-то будет голд. Он будет нам на ступ. Нам на ступ. Нам на ступ. У нас падает золотой. Блин, прикол. Десна была бы, если бы у меня сейчас оверка резко появилась. Я бы сейчас бы втушил весь этот мост. Это было бы жёстко. Так, ладно, мы сейвим овердрайв. Под овердрайв. Овердрайв под овердрайв. И Дидор вытушивает меня. Ай, зараза. Блин, бы пожить бы. В этой ситуации я бы выжил. Было бы очень круто. Было бы очень круто. И можно было бы реализовать оверку. Вот так падает ещё одна оверка на центре. Я стопроцентно, наверное, вжимаю, не? Ну ладно, нет. Не вжимаю. Рисково. Рисково. Мог не успевать забирать этих типов. Я бы оставил бы эту оверку. Это было бы супер печально. Я, конечно, не викинг. Жёсткий. Ну, если уж есть возможность сыграть более аккуратно и грамотно. Засейвить свой овер. Лучше сделать более аккуратную игру. Так. Накидочка. Очень плотная залетела. Очень плотная. Прям вообще безумно плотная. И это 9-9. За 2 с половиной до конца. Блин. Ну что. Мы возвращаемся в эту игру. И мы делаем супер комбайк этой катки. Блин. Ну, это было бы очень эпично. Если бы я вообще свою оверку, например, прожаловал, если посмотреть. Ладно. Мы такого делать, конечно же, не будем. Свои оверки на видосах. Тем более, не прожимаем. Да и вообще, в принципе, я не прожимаю их. Только на каких-то супер-мега-крутых ивентах. Так. У нас в теории ещё одна оверка должна падать с земли. Но я вот не знаю. Ждайте её. Надо попробовать изкислить джаггера. Попробовать изкислить джаггер наута. Давайте кидать урон по нему. Может, что-то и выйдет. Давай-давай-давай. В принципе, уже накидка неплохая там залетела. Добавить бы ему. Если бы джаггер бы просто сыграл на мужичка. Ну, просто на мужичка бы выкатился бы, накидал бы ему. Это было бы жёстко. Просто на мужицком. Оп. А вот и овердрайв контента выпадает. Прямо, чтобы этот овердни мать и мать не забрал. Это всё. Забираем. Отлично. Ну и пушим левую зону. Под вражеского джаггера. Птичка дроповая есть. У джаггера ничего нету. Куда он пикает? А, он пикает под меня. О, да, его. Есть контактик. Ну, просто великолепно. 1100 очков на этом рикошете. Если бы мне кто-то сказал перед этим видосом, то я смогу реализовать этот рик, я бы честно вам сказал бы, что вы дурачок. Я бы вам сказал, что это невозможно. Но, на деле, мы получили очень хороший результат от рикошета с Эмми. С Эмми. Которая работает и, на моё удивление, с флэшом, и рикошета от стенки. Плюс криты наносят Эмми эффект. Прикольно. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Ожидали ли вы такой результат увидеть, либо удивлены так же, как и я. Поддерживайте обязательно видеоролик лайком. Подписывайтесь на канал, если вы ещё вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну, а с вами был Мистер Ваньки. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.